Эту книгу сегодня достали из хранилища Национальной библиотеки имени Доможакова впервые за последние несколько лет. Ей 65 лет, она зачитана до дыр здесь в единственном экземпляре. Ее вряд ли купишь в магазине, а все потому что попросту ее не издают. Между тем, это чуть ли не единственное произведение, посвященное памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Лицо этой девушки было знакомо, пожалуй, каждому советскому гражданину. Знаменитая Чайка, агитатор, партизанка, разведчица. Она погибла в немецком плену, так и не выдав тайны врагам. Лиза Чайкина родилась в Тверской губернии, в 41-м возглавляла партизанский отряд. В истребительный батальон Лизы входило 70 бойцов. Она сама участвовала в боевых операциях, владела винтовкой и пулеметом, была разведчицей, собирала важную информацию. Но главной задачей Чайки была агитация. Она побывала в каждой захваченной немцами деревне, раздавала листовки, убеждала людей в том, что победа будет нашей. Ее знали все, и на несколько тысяч человек нашлось три предателя. На хуторе Красное Покатище Чайку взяли в плен фашисты. Лизу пытали, но она не сдалась. 22 ноября в 41-м Чайку расстреляли. Ей было 23 года. Сегодня в большинстве российских городов есть улица имени Лизы Чайкиной, не исключение и Абакан. В 52-м году вот этой улице в районе МПС было присвоено ее имя. Звание героя Лиза Чайкина получила посмертно в 42-м году, сразу после освобождения родного поселка Пена, где она сейчас и похоронена. В разных городах России встречаются памятники Лизе, например, один из самых выразительных в Омске. В Абакане только одна улица, но этого достаточно, чтобы помнить последние слова партизанки перед расстрелом. Наши придут, победа будет за нами. Елена Крылова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова